Какой веселый стаканчик! Зайчикам понадобится полстакана риса. Я беру круглый, не пропаренный. Его нужно хорошо помыть в миску. И теплая вода. Говорят, что рис лучше промывать в теплой горячей воде. Так и сделаем. Я думаю, трех раз будет достаточно. Мы ж не плов варим, правильно? А суши-яичницу делаем. Высыпаю на полотенце и промакиваю. Я, друзья, люблю удивлять, но в этот раз удивилась сама. Так неожиданно вкусно получилось, что Сережка сказал поделиться и с вами. Сейчас сковородку на огонь. Нагрев под ней чуть ниже среднего. Сейчас я рис соберу в кучу и высыплю в сковородку. Пусть уже начинает поджариваться. Друзья, вы часто мне задаете вопрос, как мне удается содержать печку в идеальном состоянии. Она у меня всегда чистая. Сережка, можно расскажу семейный секрет? А можно, рассказывай, конечно. А у меня этим занимается муж. Он моет ее, натирает, ухаживает. Поэтому, хозяюшки, если вам интересно, как это все происходит, Сережка вам даст мастер-класс. Пишите в комментариях. Хочу. А мы придем. Видите, как помыть плиту или обрадовать жену? И то, и то. И то, и то. А чтобы рис получился более ароматным, добавлю буквально 5-10 граммов сливочного масла сюда. Пусть здесь потихонечку себе тает и обжаривает рис. Ну все, я думаю, достаточно. Прошло буквально 5 минут, рис стал золотистый, приятно пахнет. На этом этапе добавляю 1 стакан воды. Стакан у меня тот же. Ох! Сразу солю по вкусу. Перемешиваю. Плотно накрываю крышкой. И готовим на минимальном нагреве. Чтобы он там парился у нас потихонечку. На это уйдет где-то 10-15 минут. А я в это время займусь остальными ингредиентами. Опа! Яйца. Разбиваю в миску. На нашу семью это будет... Сколько, любовь моя? 4 яйца. 4 яйца. Ты представляешь, оно не поддается мне. Взбалтываю с помощью вилки. Их нужно не взбить, а взболтать. Все, достаточно. Также мне понадобится сюда... Опа! Секретный ингредиент. Как думаете, что это? Тунец. Правильно, в собственном соку. Берем хорошего качества. Кстати, друзья, я рада, что вам тоже понравилась эта идея гречки по-индийски. Оставляю совсем немного сока. Примерно 1 столовую ложку. Разминаю немного вилкой. Получилась вот такая вот у меня сочная-сочная консистенция, которую я выкладываю к яйцам. Сюда. Все до последней капельки. Еще, друзья, хочу добавить немного укропа. Совсем чуть-чуть. Капелюшечку. Вот этого будет достаточно. Мелко порублю. Сюда же. Смотрите, какая красота. 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 Тра-та-та. Что еще нужно для полного счастья сюда? Я думаю, немного острых ощущений. Они всем нужны. И мужчинам, и женщинам. Перемешиваю. Это готово. И можно уже заняться салатом. Начну с авокадо. Папа, спелый-спелый. Класс. Сразу беру его и режу. Прямо в этой чашечке нарезаю. И выкладываю в миску. Сюда же. Меня Сережка их просто обожает. Но сегодня прям с тобой царский завтрак. Ну-ка, это ж суши. Авокадо любит лимон. Примерно чайную ложку. Будет достаточно. Перемешаю. Сюда же нарежем огурчик. Я частично сняла кожицу. Уже осень, друзья, она какая-то грубоватая. На кусочки. Вот так просто. Немножко соли. И пару капель оливкового масла. Все. Перемешаю. И салат готов. Дай попробовать. Конечно. Попробуй. Тут одни полезности. Через 10 минут поднимаю крышку. Ух ты! Вижу, у меня жидкость уже выпарилась. И рис готов. На этом этапе добавляю несколько кусочков сливочного масла. Граммов, наверное, 20-30. У меня масло домашнее, поэтому оно такое крохкое. Кашу маслом не испортил. Ты совершенно прав. Сережка, ты совершенно прав. Перемешаю. Немножко разровняю. Беру нашу яичную смесь, освежу и выливаю. Стараюсь распространить по всей поверхности. Я сейчас помогу ей ложкой. Да. Можно сейчас просто перемешать это все и довести до готовности. Но я не буду этого делать. Я накрою крышкой. Нагрев под сковородой чуть ниже среднего. Смотрим, что у нас здесь наша яичница, омлет. Можно поднять крышку и немножко сделать вот такие вот манипуляции. Пропустить жидкую часть туда. Отверстие закрою полотенцем. А пока накрою на стол. Тарелки, вилки, салат. Разбавим нашу экзотику салатом из свеклы. Очень полезная штуковина. А к чаю у нас будет шарлотка на сковороде. Вчера, друзья, экспериментировала. Результатом довольна. Еще один рецептик мне в копилочку. Быстро, просто, вообще класс. И очень вкусно. Это все, что осталось. И то, это я прятала. Прямо прятала от своего сережки. Вкусная штучка получилась. Я бы съел. Да. Так что, друзья, буду благодарна за ваши рецепты в комментариях. Выпечки на сковороде. Да и не только. Мы очень много интересного узнали. И разнообразили свое меню. Ну что, через 5 минут выключаю нагрев. И подожду еще 30-40 секунд, чтобы там все успокоилось. Ну что, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Та-да-да-да-да-да-да-да-па. Ух ты. Поверьте, это очень вкусно пахнет. Аромат такой. Класс. Можно подавать. С пылу, с жару. Пока еще омлет такой воздушный. Класс. Класс. Ну и, конечно же, добавочка сюда. Смотрите. Полезный салатик. Какие суши без авокадо. Да, и огурчика. Поверьте, все вместе это просто ням-ням-ням. И добавлю еще свеклы. Каждый день надо есть столовую ложку свеклы, друзья. И мы с Сережкой это применяем. Сколько здоровья тебе, Сережка. Будь здоров. Друзья, будьте здоровы. Здоровы, счастливы. Берегите себя и своих родных. И мне побольше. Ближе и роднее. Кроме них у вас никого нет. Да. И жаль, что мы это понимаем, когда теряем. Поэтому давайте ценить то, что у нас есть сейчас. Чтобы потом не плакать. И благодарить Господа. Да. За то, что мы живы, здоровы. У нас есть еда, крыша над головой. Всем мирного неба, вкусной еды, мудрой жены, послушных детей. И благодарных мужей. Вкусно. И живых родителей. Да. Ведь пока они живы, мы с вами дети. О! Вот так вот. Думаю, действительно. Пока наши родители живы, мы дети. Класс. Все, я тоже приступаю. А я уже.